Единственный кабинет кинестотерапии в Приморье привлекает волонтеров для обучения. Собаководам предлагают научить своих питомцев помогать больным детям. Общение с подготовленными животными поможет улучшить умственное развитие, координацию и еще множество физиологических показателей. О том, как четвероногие помогают детям, наш следующий материал. У Захара церебральный паралич. Каждое движение дается с трудом. Но когда он играет с собакой, преодолевает дискомфорт и тренирует мышцы. Он с удовольствием делает своему четвероногому другу массаж, а заодно разрабатывает моторику рук. Ребенка подняли, вот он сейчас, то, что вы видите, то, что было. Он ходит, двигается и говорит, и ручку держит, сам кушает, и умывается сам, все сам делает. Помогает пес по кличке Макс и детям с аутизмом. Они развивают свои коммуникативные навыки, общаясь с собакой. Сидеть, лежать, лежать, стоять. После занятий с Максом у Лизы улучшилась речь и появились друзья среди сверстников. А еще пес стал главным героем ее рисунков. Занятие именно Макса нас ждет целую неделю. То есть она всю неделю у меня спрашивает, мама, когда пойдем к Максу. Сегодня ее разбудило, говорю, Лиза, пойдем к Максу. Она прям все подорвалась, все побежала в ванну, там, умываться, собираться. Психолог Светлана Данченко и ее золотистый ретривер Макс помогают детям уже 4 года. За это время через единственный в Приморье кабинет канистерапии прошли около 100 детей. Чтобы помочь остальным, Светлана организовала общественную организацию «Доктор Макс». В нее вошли волонтеры, у которых есть собаки и желание помогать детям. Вот такие две задачи общественной организации «Доктор Макс» сейчас. Это, с одной стороны, предложение такого метода во все учреждения Приморского края, а с другой стороны, привлечение волонтеров с обученными собаками и желающими учиться. Мы будем учить. Сейчас главное – обучить достаточное количество волонтеров и собак. Канистерапию в Приморье хотят внедрить в социальных учреждениях для взрослых людей с особенностями здоровья. Социальные службы считают, что собаки могут помочь и в работе с пожилыми в домах престарелых. Само по себе общение с собакой дает возможность где-то снизить давление, фактически является профилактикой инсультов и инфарктов. Вместе с тем направленное общение, работа именно со специально обученной собакой-психолога дает возможность человеку преодолеть депрессивное состояние. Задачу привлекать некоммерческие организации к оказанию социальных услуг поставил в послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин. По его мнению, активный приход НКО в социальную сферу поможет повысить ее качество. Сейчас общественная организация «Доктор Макс» готовится вступить в реестр поставщиков социальных услуг. Если это удастся, то волонтеры получат финансирование от государства, а значит, смогут помочь большему количеству людей.